Добрый день! В эфире интернет-телевидение СБ «Твое сегодня». В канун главного христианского праздника – Пасхи Христовой, которую 1 мая будут отмечать православные Беларуси, да и всего мира, мы пригласили в студию его Высокопреосвященства, митрополита Минского и Заславского Павла, патриаршего экзарха всей Беларуси. Здравствуйте, Владыка! Скажите, многие религиозные деятели, просто верующие люди, основываясь на информации из Западной Европы, Ближнего Востока, говорят, что сегодня христианство нуждается в защите. Считаете ли вы, что сегодня действительно христианские ценности нуждаются в защите? Если это так, то каким образом в 21 веке защищать эти ценности? К сожалению, нуждаются в защите. Говорю «к сожалению», потому что совсем недавно и Архиерейский собор Русской Православной Церкви, и Священный Синод Русской Православной Церкви, и мы в Беларуси, обсуждая эту тему, затрагивали с волнением, переживая и осознавая, что же происходит. Происходит страшно, особенно на Ближнем Востоке, в Сирии, в Северной Африке. Ну, а взять Европу, то в Европе то же самое происходит. Может быть, там нет сегодня таких насильственных действий, как это происходит в Северной Африке или на территории Сирии, но там происходит другое. Сегодня в Сирии огромное количество людей было уничтожено. В Ираке, вы посмотрите, просто вырезают, убивают семьями, селами православных, и не только православных, просто христиан, кто исповедует Христа. И, конечно, сегодня надо защищать христианство. Почему? Потому что христианство проповедует такие духовно-нравственные ценности, которые должны быть основой нашей жизни, которые преображают нашу жизнь. Вот я иногда, знаете, рассуждая на эту тему, говорю, вы посмотрите, обратите внимание, ведь Христос Спаситель, когда жил на земле, он с рабством не боролся. А даже апостол Павел говорил, «Рабы, почитайте и подчиняйтесь своим господам». Да, удивительно, да? Вот, вы знаете, подумайте только, да? И вдруг, через какое-то время, рабство, как слой социальный, прекратил свое существование. Почему? Да потому что Господь принес на землю величайшую сокровище – любовь, любовь к Богу, любовь к ближнему. И поэтому и рабы повинуйтесь господам своим, и господа относитесь по-доброму, с таким, знаете, добрым расположением к своим рабам. И вот эта христианская любовь, она смогла перемолоть вот это все. Но и, конечно, сегодня происходит то, что происходило в начале 20-м столетия у нас в Советском Союзе. Огромное количество людей было репрессировано, было уничтожено. И, конечно, не только священнослужители и епископы пострадали, и простые верующие люди. И, конечно же, сегодня надо объединиться в защите вот этих духовно-нравственных христианских ценностей, да и вообще всего христианства, потому что христианство не несет людям ни насилия, ни злобы, а только любовь, мир, радость и согласие. И совершенно не случайно во время встречи Святейшего Патриарха Московского и в Сеаруси Кирилла и Папы Римского Франциска было обращено особое внимание на существующее положение христиан и на Ближнем Востоке, и в Сирии, и в Северной Африке. Ну и, конечно, есть еще другая, знаете, сторона этой проблемы. Если вот те регионы, которые я перечислил, там происходит самое настоящее физическое уничтожение, то сегодня в Европе происходит нечто иное. Есть другой метод. Иное, но не менее страшное. Не менее страшное. Дайте свободу, да, вот дайте полную свободу, что хочешь, то и делай. Вот, и немножко туда, знаете, в эту бочку меда добавьте чуть-чуть ложку дегтя, да, всего-навсего. И вот эта свобода, вседозволенность и в то же время призыв, вот такой, знаете, эгоистический. Человек, живи на земле, да, о чем ты думаешь, живи здесь. Так называемые европейские ценности. Вот. Либеральные вот такие, знаете, ценности, они вроде бы и неплохо, да, жить нормально, но почему бы нет. Но подменять Бога это нельзя. Потому что если только мы начнем подменять Бога, то мы скатимся в эту пропасть. Понимаете, вседозволенность, она не ведет человека к возвышенному состоянию. Ведь человек – это высшее творение Божие. И, конечно же, тот подвиг, который проповедует христианство, он людей призывает к подвигу, концентрации внутренних сил. Вот, вы знаете, я иногда сравниваю с семьей и говорю, вот посмотрите, что происходит в семье. Ведь родители своих как детей воспитывают? Так, Саша, Маша, вставайте, вставайте, уже в школу пора, завтракать, умываться в школу пора. А дети говорят, нет, мам, я хочу поспать. Вот если бы мама с папой дали свободу детям, да, что хочешь, то и делай. Пошли бы они в школу? Они бы и не выучились, и не воспитались. И что бы из них было? Конечно, нет. Поэтому, конечно, христианство – это, знаете, жизненный подвиг такой, да. И он призывает людей мобилизовывать свои внутренние силы, трудиться, делать что-то такое, что будет преображать наше общество. А дать свободу? Хочешь – иди, хочешь – не ходи. Так что не только насилие физическое, но и полная свобода, которую мы иногда называем не настоящей свободой, а произволом. Да, вот что хочу, то и делаю. А страсти-то мы не искоренели, они у нас бушуют. Ой-ой-ой-ой-как. И поэтому, конечно, страсти, которые в нас бушуют, и мы их не укращаем, они нас будут тянуть вниз. Но самое удивительное, Владыка, что вы сказали, вот, верить надо с любовью. То есть вы призвали не каким-то ожесточенными вещами, а любовью защищать христианские ценности. Так я вас правильно понял. Конечно, так это не я об этом говорю. Я просто произношу те слова, которые произносил и чему учил Христос Спаситель. Он новый, он же сказал, обратите внимание, когда он обращался с учениками, апостолами, он сказал, новую заповедь вам даю, да любите друг друга. Вот эта любовь христианская, она смогла даже рабство, как таковой слой социальный, уничтожить. Друзья, у нас работает интерактивный чат, вы можете задавать вопросы гостю нашей студии, участвовать фактически в нашем разговоре. Ну, пока вот наши вопросы. При всех социологических опросах, которые проводились в Белоруссии, на сегодняшний день именно православная церковь занимает первое место по доверию людей. Согласитесь, что этим нужно правильно воспользоваться, таким вот доверием. Вот в чем вы видите социальные задачи современной церкви в работе, наверное, в первую очередь со сложными слоями населения? Ну, вы знаете, ничего не изменилось сегодня с того момента, когда проповедовал Христос Спаситель. Ничего. Что он говорил в первом... В духовных вещах. Что он говорил в первом столетии, что сегодня. Чему он учил людей. И вы знаете, я иногда размышляю об этом, думаю, Господи, какой же ты милосердный, да? Вот общаясь с молодыми людьми, особенно со школьниками, со студентами, я говорю, наверное, каждый из студентов был бы так рад, если бы ему сказали, какой ему попадет на экзамене билет, и что там будет, будут какие вопросы, о чем будут ее спрашивать, да? Да он бы, наверное, был бы рад, счастлив. Так вот, Христос Спаситель нам говорил о том, о чем нас будут спрашивать на страшном суде. Вы понимаете, что происходит, да? Он нам не только... Нас не только предупредил о предстоящем страшном суде, но и о тех вопросах, которые будут задавать. А накормила ли ты голодного? А напоила ли ты жаждущего? А приютила ли ты странника? А посетила ли ты сидящего в темнице или находящегося в больнице? Вот какие будут спрашивать вопросы? Дела любви и милосердия. И скажите, разве сегодня не актуальны эти вопросы? Вопросы актуальны, конечно. Но другой вопрос, каким образом их доносить? Наверное, общество меняется. Вы знаете, да, общество меняется. Но вот, вы знаете, я могу сказать, что вот у нас в Беларуси такая происходит гармония, гармоничные, знаете, отношения. И глава государства, и правительство, и церковь, они все это понимают, осознают. И вот в этом как раз аспекте происходит очень хорошее соработничество. Вы знаете, я искренне радуюсь тому, что здесь у нас происходит. На многих приходах у нас есть вот такие приюты. Священники занимаются очень активно социальной работой. Они не только проповедуют в храме, но еще и ходят в больницы, в госпиталя, приюты организовывают. Вот это чрезвычайно важно. Так что этим не надо пользоваться в таком, знаете, примитивном смысле. Но это надо развивать. Это надо использовать правильно, чтобы это было, знаете, во славу Божию. И, конечно же, на радость людям. И для того, чтобы процветало наше отечество. Вот, кстати, у меня тоже вопрос о роли священника, священнослужителя. То есть в истории церкви она менялась. Были миссионеры, были просветители, были духовные лидеры. Даже в период, вот как на Руси, национального освободительного движения, там, Минина и Пожарского времена. Даже защитники Отечества были священники. Вот скажите, как вам видится роль и деятельность православного священника в 21 веке? – Нисколько не изменилась даже по отношению к первому столетию. Потому что священник, он тот человек, который получил духовное систематическое образование, его учили идти по спасительному пути в Царство Божие. Так вот, священник – это тот человек, которому показали этот путь, рассказали, как надо жить, что надо делать для того, чтобы идти в Царство Небесное, в Царство Божие. Но, в отличие от простых людей, священник должен не только сам туда идти, но и ввести за собой пасту. И это было и в I веке, и во II, и в X, и в XX, и в XX, и в XXI. То есть, миссия служения священника, она нисколько не изменилась за эти 20 с лишним столетий. А вот то, что касается направлений, да, у кого-то лучше получается работа с вооруженными силами, с воинами. Кто-то имеет расположение духа и опыт работы с больными, с престарелыми, вот, кого-то влечет море. То есть, проповедовать Евангелие и призывать людей ко спасению можно везде и всегда. Поэтому эта миссия священников, она и сегодня актуальна. Согласитесь, ваше высокопредосвященство, у нас в Беларуси уникальная такая ситуация образовалась. Ну, межконфессиональное взаимодействие такое позитивное. Как вы оцениваете его и считаете ли, что вот эту модель в перспективе можно трансформировать вообще на взаимодействие церкви во всем мире? Так это и должно быть. Просто, просто, знаете, наш народ, он этим живет. Это у нас уже, знаете, на генном уровне. Вот, когда, как мы говорим, знаете, во время Таинства Крещения в душу каждого человека всевается зернышко православного вероучения, да. И вот это зернышко, оно, вы знаете, у нас в Беларуси на хорошую почву попало. И оно приносит обильный плод. Действительно, мы должны понять, что в мире и в согласии жить гораздо лучше. Ну и надо сказать, что белорусский народ, наверное, как никто другой, знает цену мира. Да, здесь, на этой благословенной земле, но многострадальной, происходило столько страшных событий, что уже на генном уровне люди понимают, слушайте, лучше жить в согласии в мире. Но чего нам делить? Вы понимаете, вот если глубоко вот так копнуть, поразмыслить, да, ну что нам делить с католиками, там, знаете, с мусульманами, с иудеями и другими религиями? Что нам делить? Принципиально монорелигия и заповеди, да. Да всем, места всем под солнцем хватит, да. Каждый выполняет свою миссию, свое служение, и все, каждому хватит места. Неси людям добро, мир, любовь, радость, вот и все. Поэтому, конечно, очень отрадно, что Беларусь является вот таким, знаете, примером сегодня для подражания в соработничестве, в мирном сожительстве разных религий. Так что это отрадно. В прессе сообщили, что 20 июня 15-го года, после торжественного богослужения в Свято-Духовом Кафедральном Соборе, который совершил тогда владыка Кирилл, состоялась церемония открытия духовно-образовательного центра Белорусской Православной Церкви. Тогда сообщалось, что планируется, что туда переедет Духовная Академия, будут действовать ряд просветительских программ. Что уже вот удалось с того времени реализовать, и какова перспектива вот этого центра? Вы знаете, мы даже на синоде белорусском обсуждали, а может быть туда перевести и административные какие-то наши структуры экзорхата, были такие мысли, мы даже приняли решение такое, но когда мы перевели туда Академию... То есть переехала уже с Жировичей, да? Да, уже переехала, уже год учебный заканчивается. Да, и вот когда туда переехали, то мы поняли, что нашим структурам там места уже нет, не хватает места, и слава Богу, сегодня есть желающие учиться, у нас сегодня и магистратура, и аспирантура очень активно действуют, так что Академия у нас там полнокровной такой жизнью живет, но у нас там есть несколько кабинетов, вот это и отдел, синодальный отдел по образованию, катехизации, там, ну, ему, что называется, там и надлежало быть, и миссионерский отдел у нас там находится, вот, так что работает в полную нагрузку, и, конечно, вы знаете, мы искренне благодарны и руководству нашей страны за такую возможность, вот, всем миром построить, создать этот центр. Да, это, слава Богу. Поэтому работает он в полную нагрузку. Владыка, предлагаю ответить на вопросы, некоторые хотя бы для начала наших зрителей. Сегодня страшная дата, 30 лет Чернобылю. Как вы оцениваете эту дату, и как православная церковь помогает белорусам справиться с последствиями катастрофы? Знаю, в Хойниках есть священник, который приехал в Беларусь в 86-м году с Украины и много сделал для местных. Спрашивает Виктор Михайлович из Гомеля. Такой сразу объемный, правда, вопрос. Вы знаете, ну, вот мы сегодня проводили несколько мероприятий, посвященных этой страшной дате. И я буквально вот недавно общался с ветеранами и говорю, что, знаете, многие ведь люди задают вопрос, почему это все произошло, зачем это все? Ну, как это? Вот, и вы знаете, к сожалению, вот вы обратите внимание, когда у людей все хорошо, тогда им Бог не нужен. Да, да, да. А вот когда что-то случится, пластическая формула, да? А вот когда что-то случилось, то сразу говорят, почему Бог допустил вот это, да? А я иногда спрашиваю, а при чем здесь Бог? Вы к Нему обращались, вы молились, просили Его? Нет. Ну, так а почему вы сегодня Его обвиняете? Да, вы же жили, как хотели. Поэтому и просто с вас должен быть, а не с Бога. Вот. Но, конечно, сегодня, я думаю, нет смысла устраивать такие разборки. Да, дискуссии про то время тем более. Да, но вы знаете, вот сегодня, вы обратите внимание, у нас буквально в прошлую субботу завершился вот такой период Святой Четыридесятницы. Сейчас идет Страстная Седмица. И я сегодня обращаюсь к ветеранам и присутствующим на церемонии говорил. Вы знаете, вот за время Великого Поста Церковь обращает наше внимание на ветхозаветную Церковь, на историю ветхозаветных людей, особенно это богоизбранный народ, о котором идет речь. Мы часто во время богослужения о них говорим. Так вот, обратите внимание, богоизбранный народ, который хранил веру в пришествие Мессии, спасителя мира. И тот, как только начинал думать, что какой он уже грамотный, образованный, что он уже может сам жизнь построить без Бога, как только он начинает надеяться на себя, на свои силы, на технику, Господь говорит, ну вы меня не хотите, ну и не надо, живите как хотите. И тут начинается карусель. И тут междоусобица, и тут брани, тут какое-то нашествие, какой-то саранчи там и так далее, и так далее. Потом люди говорят, ой, Господи, что мы натворили, Господи, прости. Каются, возвращаются, и Господь их прощает, и опять неспосылает им свое благословение. И так множество, множество раз. А 20 век, разве не повторение ветхозаветной истории, да? После революции, что люди говорили? Да мы сами мир построим, да мы сами рай построим на земле, да? Можно сказать, поклонялись идолам, да? Можно так сказать, если уже к Ветхому Завету. Я бы не сказал, что поклонялись идолам, но надеялись на себя, что без Бога они смогут это сделать. Но Господь говорит, ну и как хотите, без меня справляйтесь, ну и ладно. И к чему пришли? И вот вы знаете, но я искренне радуюсь тому, что сегодня, как, кстати сказать, и 30 лет назад, люди забыли о каких-то своих личных амбициях. А вот этот внутренний стержень, который есть у нашего народа, да, духовно-нравственные ценности, они сподвигли людей на совершение подвига. Люди жертвовали своими жизнями, своим здоровьем для спасения других людей. И вы знаете, вот, а потом проходит опять какой-то период времени. И сегодня молодежь, я вот иногда обращаю внимание на какие-то страшные события, там аварии, катастрофы, там кто-то тонет. Посмотрите, как сегодня молодежь реагирует на какие-то экстремальные ситуации. Не каждый бросается в речку или в озеро спасать утопающего, или не каждый бежит в горящий дом спасти там горящих, да, достают мобильный телефон и начинают фотографировать. Да, есть такое, да. Вы понимаете, вот я убежден, что вот тот, кто в эту страшную минуту начинает фотографировать, у него нет внутри этого стержня духовно-нравственных ценностей, да, не воспитали, не вложили. Вот вы заговорили о молодежи, а действительно, как сейчас вот добиться православной церкви, ну что ли, большего привлечения молодежи к вере, к каким-то духовным ценностям, вот на фоне вот этой наркотизации, как вы вспомнили, алкоголизма там и так далее, да, хулиганство. Вы знаете, мы сегодня говорим, и мы всегда говорили, церковь всегда об этом говорила, воспитывать надо детей в утробе матери. Вот уже в утробе матери надо с ребеночком говорить, надо с ним общаться, он же живой, он живой, с ним надо общаться, душа-то живая, воспитывать его надо. Вот, и, конечно, мы говорим о том, что детей надо воспитывать в духовно-нравственных ценностях. Если мы упустим молодежь, беда будет нам, они не кинутся в озеро спасать утопающего или в дом горящий, они будут доставать фотоаппараты и фотографировать своими телефонами. Поэтому наша задача заниматься воспитанием. Именно поэтому мы говорим, и в школах должна быть, знаете, должна быть программа вот такая духовно-нравственного воспитания. Но, знаете, как в России когда-то начинали, если вы не хотите закон Божий изучать, давайте хотя бы духовно, знаете, культурные какие-то давать основы. При том, что основы культуры, они исходят из закона. Конечно. Из заповедей основных. Да, вот мы с вами примерно одного возраста, мы помним, как мы изучали египетские пирамиды, да, я до сих пор знаю, да, хотя я там много раз был, вот, но я учил в школе египетские пирамиды, этого сфинкса и так далее. А что нам это надо? Но почему сегодня наши люди не должны знать историю своего народа, своего государства, да? А оно же все основано на духовно-нравственных ценностях. Вот эта вся культура, она же основана на христианских ценностях. Поэтому, конечно, надо изучать, и в школе надо изучать. И, конечно, сегодня очень важно, чтобы не только священники этим занимались, а в школах занимались и преподаватели тоже. И, конечно же, родители. Родители первые воспитатели. Да, я в основе, конечно. Конечно, конечно. Еще вопросы. Добрый день. Вы обращались к вице-премьеру, просили Наталью Качанову разрешить Белорусской Православной Церкви снести час исторических зданий на улице Освобождения в Минске, чтобы построить там церковь и комплекс административных зданий. Ну, мы видели, и по телевизору у вас была встреча с главой государства, да? Поэтому Министерство культуры, в свою очередь, отметило, что разрешить только восстановление старых, возведение новых зданий на этом месте против будет. Будете ли вы дальше добиваться строительства на улице Освобождения? И почему государство, на ваш взгляд, должно передать церкви место в историческом центре Минска? Вот такой житейский больше вопрос. Вы знаете, конечно, ну вот здесь, что называется, из ничего на ровном месте возник вот такой вот конфликт. Или раздули пламя, да? Вы знаете, вот на месте, где сегодня находится Духовная Академия, там тоже были развалины старых строений, да? Но эксперты проанализировали, посмотрели, говорят, вы знаете, восстановлению не подлежит. Это надо демонтировать и создать, вот воссоздать. И воссоздали. И сегодня никто не говорит, что это плохо. В архитектурном виде ансамбле, да? Конечно. И сегодня вот те руинированные, руины, которые там есть, они сегодня, по мнению экспертов, не подлежат восстановлению. Но ведь есть благоразумный выход из этого положения. Наши архитекторы готовы разработать проект. И чтобы вот то, как было, по крайней мере, фасадное, да, его надо оставить в таком варианте, чтобы оно сохранило вот тот облик, который был когда-то, да? То есть, по крайней мере, в начале 20-го столетия. Вот и все, никаких проблем нет. Это не значит, что церковь сейчас хочет уничтожить что-то старое, построить что-то новое. Хотя вы посмотрите, там рядом настроено такого, что, ну, никак не вписывается. Да, и бетонные офисные центры, это совсем. Поэтому ни в коем случае, мы не за разрушение, мы за воссоздание. Но вот, понимаете, вот на этапе еще согласования, обсуждения, вот раздули вот это пламя, которое совершенно не стоит выедить. Я предлагаю к следующему вопросу. Человек, который представился пенсионером, спрашивает, пишут очень много о нарастании ненасильственного протеста со стороны общества в ответ на жесткий исламский радикализм. Как вы считаете, какова в этом всем должна быть роль церкви в широком понимании христианства? Хотя, в принципе, вы вначале об этом говорили. Но вы знаете, не только церковь должна этим заниматься. Ведь не так просто эти исламисты начали свою деятельность. Кто-то их поддерживал. И финансово, и духовно, и так далее. Споры, и оружием их поддерживают. Должны подключиться сюда не только церковные или верующие люди, политики. От политиков очень много зависит. Слушайте, ну, значит, кому-то выгодно было раздуть этот конфликт. А надо сейчас просто продумать, что, понимаете, вы думаете, что только здесь, на Ближнем Востоке будет этот конфликт? Нет. Он может переметнуться на любую другую территорию. Вот вам, пожалуйста, Париж, разве не так? Европа, разве не так? Да, Брюссель. Да, они уже планировали и в Америку, понимаете. Да и в Америке уже были. И в Москве. И в Москве были. Понимаете, зло нельзя подпитывать. Понимаете, зло надо пресекать. Добро надо культивировать. А зло надо пресекать. Тут всем миром надо бороться с этим страшным явлением. Радикализм, он везде вреден, он везде опасен. Поэтому и церковные люди, и священнослужители, и, конечно, политики. Всем миром надо бороться с радикализмом. Добрый день. Не кажется ли вам, что современная православная церковь чересчур коммерциализирована? Зачем ценники на обряды? А если у человека нет денег на тризну или свечку, что ему делать? Спрашивает некий прихожанин. Вы знаете, если у человека нет денег, вы подойдите к священнику и скажите, Батюшка, хочу, чтобы вы меня покрестили, или моего брата, кума, свата, там, кого-то родного, там, или отпели, или что-то еще. Конечно, батюшка отпоет. И повенчает, и окрестит, все сделает. Вот если он откажет это сделать, тогда прихожане, звоните нам, пишите нам. А еще лучше пишите, потому что свидетельство на священника должно быть в письменной форме. И мы обязательно... Можно на сайт, наверное, да, или... Ну, или на сайт. Нет, лучше приходите в канцелярию. А можно к вам прийти в канцелярию, если вдруг что-то? Можно, конечно, потому что через интернет я могу рассказывать вам очень непонятные истории. Но вот вы знаете, почему, говорят, церковь коммерциализировалась? Да нет, неправда это. Вы понимаете, вот вы обратите внимание, люди приходят в храм, в храме всегда чисто, уютно, тепло, свет. И храм надо построить. Да, во-первых, храм надо построить. Но даже те, которые есть, его надо осветить, его надо помыть, почистить, отеплить, осветить. И надо, чтобы было хорошее пение, и чтобы было хорошее чтение. А скажите, а кто будет это делать? Кто? За электричество надо платить, за тепло надо платить, за все надо платить. Кто будет работать бесплатно в храме? Никто, у каждого. И мы их не осуждаем, потому что у каждого есть семья, у каждого есть дети, им их надо тоже кормить, растить, воспитывать. И поэтому те, кто трудится в храме, они тоже должны получать копеечку, правда, на содержание свое. Иначе никто не будет это делать. Я, вы знаете, встречался с таким явлением, когда я как-то уже говорил об этом, в Европе, допустим, там приходишь, свечи лежат, кто хочет, сколько может пожертвовать, у кого есть возможность. Но вы обратите внимание, я об этом как-то говорил тоже в средствах массовой информации, что у греки, когда строили храмы, то они при каждом храме строили какие-то доходные дома. И вот там они устраивали или кафе, или магазинчики какие-то, и доходы, которые шли от этого дома доходного, они шли вот как раз на содержание храма. И из этих средств платили и уборщицам, и тот, кто освещает, и тот, кто за отопление, и за воду, и за газ, и за все платили. И поэтому прихожане могли прийти и просто взять свечу, и у кого есть возможность пожертвовать. Вот, поэтому никакой коммерциализации в церкви нет, поверьте. Тереза Михайловна из Ивица спрашивает, вы приехали в Беларусь из Рязанской митрополии, где были все верующие люди православными. У нас же много католиков и других конфессий. У нас так исторически сложилось, и живем веками в мире друг с другом. Ситуация вас эта не смутила, не заставила что-то изменить в своем служении? Ну, вы знаете, вы, наверное, помните, кто помнит, знает, до того, как поехать в Рязань, я нес послушание 7 лет в Израиле, 8 лет в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Мексике, и католики, и протестанты. 3,5 года я нес послушание в Австрии, в Венгрии. Поэтому я с таким явлением в жизни встречался, и очень даже часто, и очень часто даже. И знаю, что такое смешанные браки, когда муж или жена кто-то православный, кто-то католик, и поэтому я встречался. Так что меня это не смутило. Не смутило, нет. Вы знаете, ну, еще раз вот хочу вернуться к тому, о чем мы уже с вами говорили. Наверное, отрадно, что здесь люди живут в мире и согласии. Понимаете, вот даже разного вероисповедания, хотя это очень сложно. Вы знаете, когда кто-то в семье другого вероисповедания, для семьи это подвиг. И для членов семьи это подвиг. Потому что надо всегда быть, что называется, политкорректным. Деликатным в каких-то вопросах. Понимаете, поэтому это подвиг. Если, знаете, это православная или католическая семья полностью, то там вроде как-то не задумываешься, говоришь, что думаешь. А тут надо быть всегда политкорректным. Поэтому это подвиг. Владыка читала, что вы изучаете белорусский язык. Правда ли это, насколько это необходимо, священнику Софья Петровна из Витебска спрашивает. Вы знаете, Софья Владимировна, дело в том, что здесь в Белоруссии два государственных языка. И русский, и белорусский. Вот это немножко меня, знаете, как-то так выбивает из колеи. Но и помимо того, что огромное количество сегодня бумаг, которые надо, что называется, перелопатить. И поэтому идет у нас вот такой оборот документов на двух языках, и на белорусском, и на русском. Но я что-то разумею, размовлять еще не могу. Складано, да. Складано, да. Но с другой стороны, знаете, я могу привести нечто подобное, пример, и в Европе, кстати, и в Соединенных Штатах Америки. Там ведь тоже испанский, английский язык, но это никак не мешает вот людям друг друга как-то упрекать, почему ты не знаешь английский язык. Нет, я не думаю, что вопрос звучит с упреком просто. Нет, совсем нет. Просто спрашиваю. Совсем нет. Я даже не обижаюсь. Правильно вы делаете, что это меня должно еще подстегнуть даже. Нет, ни в коем случае. Обиды тут даже быть не должно. Смеюсь и говорю. Друзья, приходите, у меня в кабинете лежит букварь. Хочу изучать. Ну, вы знаете, но не хватает времени просто. Вот если бы в сутках было не 24, а 36 часов, наверное, вот тогда бы я точно занялся. А нашим преподавателем, я как вижу, говорю, Татьяна, когда мы с вами займемся языком? Она говорит, молодой, хоть сегодня. Я говорю, нет, сегодня нет. Сегодня как раз, сегодня завтра. Давайте завтра после завтра. Вот так. Вы знаете, искушение такое. Но, вы знаете, я часто себя вспоминаю, почему я, допустим, говорил и проповедовал, и служил на английском языке, потому что я много раз оказывался в Америке в такой ситуации, когда никто не говорит по-русски. Вот только все англичане. Я оказывался в такой ситуации, вот ты хоть волком вой, хоть плачь, хоть разговаривай. Пришлось разговаривать. Вы ввели службу на английском. Ну, там во многих приходах и на английском языке службы, и проповедовать надо было, и общаться с ними. Другого выхода нет. А тут вот такое, знаете, искушение такое. Ясно. Еще вопрос. Здравствуйте. Читал в прессе, что президент Украины Порошенко выступил с инициативой создания единой православной церкви на Украине. Может быть, это хорошая идея для суверенного государства создать единую православную церковь, которая бы объединяла людей, ориентировалась на национальные интересы своей страны? Спрашивает Станислав из Гродно. А там есть такая церковь. Там есть такая православная церковь. На Украине. Конечно. На Украине есть православная церковь, которую признают во всем мире все православные церкви. Это каноническая православная церковь, которую возглавляет блаженнейший митрополит Ануфрий. А все остальные – это раскольники. И поэтому они… Как можно всех привести в единую святую соборную апостольскую православную церковь? Все те, кто когда-то по каким-то политическим или другим религиозным мотивам откололся от этой церкви, они через покаяние должны возвратиться. Там есть эта православная церковь. То есть иного пути нет. Нет другого пути. Понимаете? Если, конечно, еще и политики будут вмешиваться, навязывать какую-то другую форму, знаете, объединения, то это к хорошему не приведет. То есть объединение может быть только одним путем, каноническим путем. А этот путь предусматривает возвращение в православную церковь, которую признает вся православная полнота. Добрый день, Владыка. Вы, наверное, знаете, что для белорусов крест Ефросиньи Полоцка является национальной святыней, который, к сожалению, утерян во время войны. Ему в этом году 855 лет. Часто можно слышать, что святыня может находиться в частных коллекциях или в одном из монастырей России. Можете ли вы что-то рассказать о судьбе креста, порадовать нас к Великому Дню Пасхи? Спасибо. Гриб Павел Иванович из Минска спрашивает. Вы знаете, конечно, и мои предшественники, и Владыка Филарет очень много занимался этим вопросом. К сожалению, следов пока никаких нет. К сожалению, никаких нет. Но Владыка Филарет, ныне почетный патриарш и экзарх, принял решение очень мудрое – воссоздать. Да, он воссоздан. Воссоздан этот крест. Из материалов тех же. Да, он из таких же материалов воссоздан. И он освящен. И сегодня действительно от него благодать Святого Духа исходит так, как и от предыдущего креста. И поэтому мы почитаем этот крест. Для нас это действительно святыня. Но как только, если вдруг появятся какие-то сведения или какая-то информация, то, конечно, мы будем предпринимать какие-то шаги. Сегодня никакой, к сожалению, информации нет. Более, чем мы знаем, так сказать, дополнительные. К сожалению. Сергей из Минска спрашивает. У меня такая ситуация. Я католик, а двоюродная сестра православная. Она хочет, чтобы я был крестным ее сына. Крестить собираемся в православной церкви. Могу ли я быть крестным в такой ситуации? Бог ведь у нас один и не делит нас на конфессии. Вы совершенно правильно сказали. Бог нас не делит по конфессиям. Сами люди поделились. Но, вы знаете, вот я бы сейчас задал нечто аналогичное вопрос. Скажите, можете вы меня сейчас взять тренером по боксу? Ответ понятен уже фактически. Нет, потому что, извините, я не занимаюсь этим. Как я вас могу научить боксу, если я понятия не имею об этом? Как я, православный, могу вас, католика, научить католическому вероучению? Ну, никак. Поэтому, конечно, крестным может быть только православного младенца, может быть только православного. Особенно, если крестить будут в православной церкви. Конечно, только православный. Скажите, пожалуйста, слышал, что в Беларуси официально есть экзорцисты. Это правда? И где этому учат? Спасибо. Не знаю. Вы знаете, нет у нас таких. Есть проходимцы, есть шарлатаны. Понятно. Это все из этой оперы. Из этой оперы, да. Нет у нас, друзья, ни экзорцистов. Сегодня есть вот такие самозванцы, шарлатаны, которые, пользуясь малограмотностью людей, зарабатывают себе на жизнь. И неплохо. К этому секты относятся и так далее. И секты, и оккультисты разных мастей, и приговоры, и отговоры. Все. Предлагает вам любой вариант, да. Все, что хотите. Страшнее всего, что в это люди верят и платят огромные деньги. Вот. Вы понимаете, люди не понимают, что их обманывают. И обманывают их вот на простой элементарной почве, да. Просто малограмотность. Ну, придите к священнику. Скажите, Буачка, так ли это или нет? Ведь вы правильно, вот мы сегодня говорили о том, что православная церковь пользуется огромным авторитетом. Почему? Да потому что за все вот эти две тысячи лет православная церковь, христианская, она показала людям, кто она есть. На самом деле она людей ведет ко спасению. Поэтому к ним обращайтесь. Так, сегодня на Белта вышла новость. Это белорусское телетательное агентство, да. Белорусская православная церковь предупреждает о псевдосборщиках пожертвования строительства храма в России. Вот, кстати, это вот, видимо, к вашим словам, да. Вопрос. Может, пора уже убрать эти ящики для подаяния из магазинов, из приходов, а с пешеходных переходов метро, чтобы прекратить коррупцию в этой сфере? Может, какой-то расчетный счет завести на строительство храма, к примеру, чтобы не бояться перечислять деньги могли? То есть речь идет о том, что под видом сбора денег на благие нужды, так сказать, псевдо какие-то монахи там пишут, псевдо еще кто-то этим занимает. Вы знаете, вот таких шарлатанов и проходимцев везде очень много. Но в Беларуси я, в Минске, по крайней мере, в Минской области и в Минской епархии, я пытался и пытаюсь навести порядок в этом плане. Поэтому всех, кто желает обратиться к людям с просьбой оказать помощь на строительство храмов, на содержание храмов и монастырей, они все пишут прошение на мое имя, подают в канцелярию. Мы им даем разрешение и благословляем, и даем им письменное благословение с печатью. Вот, и поэтому, если вы где-то увидели в переходе или где-то еще там сборщиков, подходите и спрашивайте, кто вас благословил. У вас есть благословение? Покажите. То есть они обязаны представить. Если вам не покажут вот такого удостоверения или благословения и печати письменного, вызывайте милицию. Это проходимцы. Здравствуйте. Какую помощь может оказать церковь людям, ищущим истину самостоятельно? А почему книга «Откровение странника своему духовному отцу», купленная несколько лет в православном книжном магазине города Минска, является сейчас запрещенной в церковных кругах? Ведь там просто показан пример пути человека к Богу, спрашивает Игорь Николаевич из Гродно. Я не знаю, слышали ли вы об этой книге что-то, да? Ну, конечно, слышал, да. Друзья мои, у нас ведь столько замечательных книг. У нас такое наследие святых отцов, да? Не нравится это людям. Вы понимаете, нам вот надо что-нибудь такое экзотическое, да? Как и в прессе, да? Да. А вот это мы называем допингом. Понимаете, ведь можно трудиться, да, чтобы стать настоящим спортсменом. Надо каждый день тренироваться, соблюдать диету. А можно допинг или сюда, и прыгнуть можно так, что, ой-ой-ой, будет ли это действительно ваш геройский поступок или рекорд? Совсем нет. Вы и себе повредите, и дисквалифицируют вас за это, да? Так что допинг нельзя принимать. И поэтому, вы знаете, вот это откровение старцев, оно у нас не принято. У нас есть прекрасная аскетика православная, да? Вот. И люди, которые жили в соответствии с учением православной церкви, они достигали действительно высот духовного совершенства. Вот здесь совсем недавно мы вспоминали преподобную Марию Египетскую, которую мы каждый год великим постом вспоминаем. Смотрите, она ведь достигла за короткий период времени, да, не читая никаких священных книг или духовных каких-то, она, подвязаясь и молясь в пустыню, достигла такой вершины святости, что она провидела этого старца, который пришел к ней в пустыню. Она знала даже его имя, назвала его по имени. Вот. А потом, уходя от него, она прошла по воде, как по суху. А он, старец Зосима, видел ее молящуюся на два локтя выше от земли. Слушайте, что это такое? Вот это опыт, аскетический опыт наших подвижников благочестия. Вот что надо читать. А нам надо что-то экзотическое, не то, что пишут, знаете, в Евангелии. Читайте Евангелие, друзья. Читайте. Первоисточники, как говорят. Конечно, конечно, а все есть. Скажите, разрешен ли вам брак? Еще ваше мнение интересно. Если служитель церкви не женат, он может служить Господу качественнее? Ну, такой вот обывательский вопрос, но тем не менее он поступил. Вы знаете, у нас уже сложилась такая многовековая практика, которая существует в православной церкви. У нас есть духовенство белое и черное, вот так их называют в народе, да? То есть белые – это те, кто вступил в брак, создал семью. И, конечно, это надо создавать до принятия священного сана. А те, кто не хочет создавать семью, хочет жить в монастыре, тот уходит в монастырь. Но есть еще третья такая ступень. Мы ее называем состояние целибата, то есть не женатый и не монах. Но как-то оно у нас не очень приживается в православной церкви. И кто желает, тот может… То есть есть выбор у человека. Выбор, да. Но после того, как человек принял священный сан, тогда уже обратной дороги нет. Понятно. Что будет после смерти с человеком неверующим, но проживающим всю свою жизнь в совести, с собой и миром? Он в ад попадет? Вот прям так вопрос. Вы знаете, ну, это уже не от меня зависит. Я понимаю, вопрос такой. Да, вопрос ребром. Но, вы знаете, что я могу сказать? Вообще, что значит крещение или вступление в церковь? Да, мы в церковь входим через таинство, святое таинство крещения. Что это дает? И вот, как вы говорите, если он не был там крещен, где он будет находиться? Вы понимаете, само крещение, оно дает возможность человеку развиваться и развивать в себе вот эти христианские качества, доброты, святости. Но, вы знаете, это примерно, вот. А тот, кто не крещен, тот сам себя лишает такой возможности. Понимаете? Христос Спаситель, отправляя своих апостолов на проповедь, говорил им, идите и проповедуйте Евангелие всей твари, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Кто поверит и крестится, спасен будет. Кто не поверит, осужден будет. Вот это наставление Христа Спасителя своим ученикам и апостолам. Но, вы знаете, что будет с человеком, который не крещен? Но, конечно, Господь будет каждого судить. И недаром говорил Христос Спаситель, у Отца моего обителей много. Конечно, Он каждого будет судить по тому учению, в котором Он воспитывался и жил. Я ничего не могу сказать. Но я иногда, что ожидает вот такого человека, это не в моей компетенции. Но что я могу сказать? Вы знаете, что, опять я часто провожу параллели с нашей обыденной жизнью. Вот я говорю, знаете, у нас есть, допустим, спортивные какие-то команды. Есть у нас дворовые команды, допустим, в футбол, или в волейбол, или в хоккей. Есть дворовые команды. Есть какая-то районная команда. Есть городская, есть областная. Есть республиканская. А есть команды, которые готовят для олимпийских игр. Так вот, если я не вступлю в эту команду... На Олимпиаде вы и не победите. Вот и все. Да я просто туда не поеду. Даже не поеду. Вот вы понимаете, что если вы не примете таинство крещения, то вы не войдете в церковь. Ну, как там? Господь, может быть, вас не осудит. Понимаете? Ведь когда мы говорим о крещении и о нашем участии в жизни церкви, и о спасении, или о том, где будет человек пребывать, здесь идет речь не о том, будет ли меня Господь наказывать, буду ли я страдать от этого. Вот. Не об этом идет речь. А когда мы говорим о спасении, то мы говорим, что через таинство крещения человек входит в церковь, и для него открывается перспектива развития духовно-нравственных качеств в своей душе. Да, давайте еще вопросы. Безгрешных людей не бывает, но у верующих есть шанс жить в гармонии с миром и без Бога в сердце. Невозможно физически. Вот как раз вторя вашим словам кто-то высказал такое мнение. Так, ну как? Я вот живу даже через червяков после дождя, переступаю аккуратно. Ну, человек пишет. Чтобы не раздавить часом, людей люблю. Если обижаю, не в церковь иду замаливать, а у них прощения прошу. Что же мне теперь в ад только потому, что я в Бога не верю, пусть Владыка нам пояснит. Ну, вы уже пояснили. Да, уж куда более подробно. Спасибо. Прекрасное интервью кто-то пишет. Митрополит Павень. Павел очень понравился. Красиво, убедительно говорит ваш прихожар. Я сейчас вознесусь. Вы знаете, мы же встречаемся в канун Пасхи. Расскажите, а что вот значит Пасха для православного христианина? Не только для православного, для всего человечества. Вы знаете, я как-то разговаривал, общался с молодежью. И они спрашивали, вообще зачем пришел на землю Христос, Спаситель, Сын Божий? Ведь можно же было как-то, знаете, ну вот взять Адама и Еву, пока вот они еще вдвоем только, да, и вот исправить их. Да, вот они нарушили заповеди, вот их исправить. И опять их поместить в рай. Вы знаете, ведь что произошло с тем, что вкусили Адама и Ева запретный плод? Что там произошло? Совсем не в этом плод, какой они съели. Это как образ, да. Это образ, да. Самое страшное, искушая Еву, Адам говорил, нет, не потому вам Господь запретил вкушать плодов от этого дерева, а потому что вы, вкусив этот плод, станете Богом. Вы понимаете, что? Да, мы призваны стать богами. Господь создал нас по образу и по подобию. Он в нашу душу вложил образ свой, но подобие, оно должно достигаться в процессе нашей жизни и нашего совершенства. А тут вот допинг. Опа, съел, и ты сразу Бог. Понимаете, вот в чем тяжесть грехопадения наших прародителей. Они захотели стать сразу богами и вместо Бога. Захотели владычествовать вот этим всем. Вот что самое страшное. И они вот этим грехопадением внесли вирус в природу человека, поскольку они наши прародители, то они привнесли вирус в нашу природу. И вот чтобы искоренить этот вирус, ну, должен тот, кто знает саму природу. Я вот, знаете, вот особенно молодежи, я им сегодня пытаюсь объяснить, не знаю, получится сейчас или нет, поймете или нет. Вот еще, наверное, лет 25-30 мне было очень сложно бабушкам объяснять смысл пришествия в мир Сына Божьего. А сегодня очень просто. Вот иногда говорю, вот вы, молодежь, приходите там, допустим, в банк там или в какой-то офис, говорите, мне нужна справка. А вам говорят, вы знаете, не можем дать справку, потому что завис компьютер. А что такое завис компьютер? Вам понятно, да? Значит, попал туда какой-то вирус. А что вы сделаете? Да, говорят, надо или вставить мастер-диск, переформатировать, или сейчас, знаете, придет мастер, он отформатирует, устранит этот вирус. А уж если там что-то серьезное, то надо или хард-диск, или весь компьютер ввести на завод-изготовитель, да? То есть должен автор этой программы, который знает код, войти в нее и изнутри исправить, устранить вот этот вирус, да? Так вот, произошло нечто подобное, только вот в таком планетарном понимании. Адам и Ева, вкусив запретный плод, привнесли в человеческую природу вирус, который может исправить и искоренить этот вирус только автор программы, которая называется «Жизнь». Автор этой программы или Творец – Господь Иисус Христос. Вот ему и надо было прийти на землю и исправить, выкорчевать этот вирус из природы человека. Он взял на себя грехи всего мира, он их вознес на Голгофу, он умер на Голгофе, он пострадал и умер на Голгофе для того, чтобы нас избавить от вечных страданий и смерти вечной. Он сошел в ад для того, чтобы уничтожить ад как таковой и вывести оттуда праведников. Он воскрес из мертвых, и он тем самым нам проложил путь. Вот теперь, друзья, путь вам открыт, вирус искоренен. Теперь питайтесь плодами или благодатью Святого Духа, совершенствуйтесь, творите дела добра, любви, милосердия. Вы так образно, образно, интересно рассказали. И мы все воскреснем. Вот что значит воскресение для нас. Это открытый путь в Царство Божие. Вот и все. Понимаете, что может быть больше? Друзья, для нас больше смерти нет как таковой. Понимаете, если смерть страшила ветхозаветных людей, да и новозаветных, я думаю, для людей, не верующих, смерть – это катастрофа, это все. Апостол Павел, обратите внимание, он говорил, жизнь для меня – это Христос, а смерть – приобретение. Слушайте, вообще удивительно, да? Да. Как это смерть – приобретение? Да потому что он понимал, что через смерть нашу земную он перейдет в Царство Божие, он будет жить со Христом. Вот что значит воскресение Христовое для нас. Это открытие нам всем Царства Божьего, Царства Небесного. Вот наш эфир проходит в канун Пасхи Христовой, как мы уже зрителям сказали, и 1 мая православные будут, начнут отмечать этот главный праздник. У вас есть возможность, Владыка, поздравить всех верующих с этим счастливым, таким ярким праздником. Вот, пожалуйста, пару слов. Спасибо. Я и вас поздравляю. Да, спасибо. В первую очередь, да, и всех вас, дорогие наши телезрители. Христос воскресе! Воистину воскресе! Вы знаете, вот этими словами мы в дни пасхальные будем приветствовать друг друга. И в этих кратких словах «Христос воскрес», что Он действительно воскрес, содержится все наше упование, вся наша надежда, вся наша вера. Действительно, с воскресением Христа Спасителя открывается для каждого из нас перспектива и возможность жизни вечной. Ну, что может быть еще более возвышенное, да? Мы ведь с вами не умрем, друзья. Но как подобает однажды, как говорил Христос Спаситель своим ученикам, «Я, — говорил он, — есть воскресение и жизнь, и всякий верующий в Меня не умрет. Но если однажды, как подобает умереть, Он умрет, но Он воскреснет для жизни вечной». И мы будем жить со Христом во веки веков. Наша жизнь будет в Царстве Божьем бесконечна. Разве это не радость? Поэтому мы и радуемся. И ангел, который пришел к Пресвятой Богородице, он говорил, «Ангел в Апияши, как говорит Церковь, благодатная, чистая Дева, радуйся! Твой Сын воскресе! Три дневины с гроба! И пакерику радуйся!» И мы вот эту радость сегодня провозглашаем. Поэтому поздравляю всех вас. Я желаю, чтобы эта радость никогда не оскудевала. Надежда на воскресение наше пусть всегда вдохновляет нас на наши добрые дела, чтобы мы творили дела добра, любви и милосердия, верили в воскресшего Христа Спасителя, уповали на Него, надеялись на Него, но и жизнь свою проводили в соответствии с Евангелием. Христос воскресе! Воистину воскресе! Спасибо, Владыка, что побывали у нас в эфире. Друзья, в канун главного христианского праздника Пасхи Христовой, который 1 мая будут отмечать православные христиане, гостем нашей студии был митрополит Минский Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси. Спасибо! Спасибо! И с наступающим вас праздником! Всего самого-самого наилучшего! Со светлой Пасхой! До свидания и до встречи в проекте «Твое сегодня». Всего самого доброго! Субтитры подогнал «Симон»!